Жители микрорайона Старый аэропорт в скором времени смогут решить свои проблемы, связанные с общественным транспортом. Администрация Наринмара предложила изменить движение городских автобусов, один из которых будет заезжать в новый микрорайон. Еще два маршрута предлагается объединить в один. Для чего нужны эти нововведения, расскажет Ирина Нижалова. С появлением новых автомобильных дорог в районе Старого аэропорта возникла необходимость изменения маршрута курсирующего автобуса номер 6. Он был введен более двух лет назад по просьбам местных жителей. Если раньше автобус проезжал по улице Авиаторов через площадь имени Ленина, то с 15 ноября его маршрут проходит через улицу Швецова и улицу Пионерская, что оказалось крайне неудобным для большинства жителей нового микрорайона. Вот в утренние часы и после обеда где-то вот бывает, что выезжаем в 13.35, вот там бывает еще народ, на вторую смену школу едут дети. А так в основном все, больше никого не бывает. Ну первые два рейса, пару рейсов много, а потом их нет. Ну в основном на площади выходили все раньше, а сейчас выходят в третью школу уже. С целью охвата новых микрорайонов и для удобства жителей администрация Наринмара планирует изменить маршруты движения городских автобусов номер 2, 4 и 4А. Новая дорога вдоль центральных очистных сооружений, которая откроется в ближайшие дни, позволит сделать маршруты кольцевыми. Таким образом двойка у нас будет ездить по следующему маршруту. Выходить из морского порта, там где конечная остановка, далее по новой дороге, сразу уезжать в Кармановку, возвращаться по Ленина, по Пионерского, через новый микрорайон, по улице авиаторов приезжать на площадь Ленина и далее по Первомайской возвращаться на конечную остановку. Ещё одно предложение администрации города – совместить маршруты номер 4 и 4А. Таким образом из аэропорта автобус будет следовать до Кармановки, затем по новой дороге доезжать до улицы Ваучейского, минуя морской порт, далее по Ваучейского и через площадь следовать снова в аэропорт. Это будет круговой маршрут. Таким образом и в Кармановке, и на остановке улицы Ваучейского горожане смогут сесть на четвёрку каждые 20 минут. Какие мы видим плюсы здесь? Ну, во-первых, я уже сказала, да, из нового микрорайона мы сможем добраться до Кармановки на шестёрке, либо в центр города на двойке. Далее, по короткому маршруту мы сможем из центра города добраться до Кармановки на двойке, либо из Кармановки до центра города на четвёрке. Устраивает ли движение городских автобусов самих горожан, а также их отношение к предлагаемым изменениям, мы узнали непосредственно у тех, кто пользуется услугами общественного транспорта. Если человек едет с этого аэропорта, и ему надо на обед домой, так здесь пересаживаться, у него как-то нет смысла никакого. То есть вы считаете, что это будет не очень удобно? Не очень удобно для тех людей, кто там работает. Хотелось бы, чтобы 411-й почаще ходил. Очень редкие рейсы, особенно утром и по выходным. Много людей на работу едет в это время, а рейс вот идёт без 28. Следующий через час только. И многим людям, скажем, в 9 часам на работу добираться крайне неудобно. Там в ряду будет хорошая. Может, если будут привыкнут люди, бездолго будет всё это. Высказать свои «за» и «против» может каждый житель Наринмара. Предложения горожан принимаются на электронную почту Наринмарского АТП АТП1-собака-атне.ру Администрацию города – экономсобака-адм-дефис-энмар.ру Или по телефону 4-23-19. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».